Здравствуйте друзья! Последнее видео было про металлоискателю ACI250. Проблемы с электропитанием, глюки и такие вещи. И как я там обещал, подключил к металлоискателю Powerbank GP 250 миллиампер. Такой Powerbank, ну 5 вольт USB-выходом. И решил тестировать на природе, как это всё работает. Всё это как работает. Выбрал в выходные дни, последние наверное хорошие, такие тёплые дни были, вот этот, в конце октября, ну этот прошлый выходной. И въехал где-то 120 километров от Самары. От Самары. Сейчас выбрал местечко, выбрал местечко. Ну я здесь не буду показывать, где точно мы находились, просто на Google карте покажу, как туда доехали. И я хочу более подробно рассказать, какие приключения со мной случилось, вот в этот, этот день. Кому не интересно, вот в самом конце я уже расскажу про теста, ну там результаты теста, какие там были. Если вам не интересно, вот прям перекрутите конец видео и там будет, будет результат. И так, как-то всё, весь этот день для меня начинался очень мистический. С утра разбил посуду. Такого со мной, я не помню, когда последний разбил. Наверное, не было. Я сколько помню, никогда посуду никакой не разбивал. Потом газированную воду на поле у меня пакет положил, на пол ставил. И через несколько минут хотел взять пакет. Смотрю весь пол в воде. Пол бутылка вытекла вода, так и я не шёл, откуда вытекает. Бутылка, половина воды нету и нигде не видно следы течи. Что-то это очень мистически для меня было. Мы ехали вот с другом на его машине, старенький 99-й. Ну, с ним везде я могу ехать, как-то уверенно чувствую, везде можно с ним поехать. Он понимает, в машинах, в случае поломок, ну, бездорожье, 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 местных местах может ремонтировать. То есть с ним как-то легче. И по дороге выехали из Самары и второе приключение у нас случилось. Чувствуем в машине очень сильно запахло бензином. Возле Красного Яра остановились, открыли капот, а там из-под планки, вот где бензин подается инжектору, прямо в ручей течет бензин. Где-то около 10 литров от Самары до Красного Яра бензин потеряли и не знали, что делать. Ну, как сказать, планку привязали в веревке и течь перекратился. Я этот момент фотографировал. Сейчас покажу фотографию вот этого. Сейчас, секунду. Так, вот это. Вот здесь планка находится, вот эта планка. И под него вот это, вот где-то в этом части ручей бензин подтекло и прямо на коллектор. Хорошо, что ничего не сгорело. Не сгорело. Вот это, видите, веревку, как привязали. Ну, время не было куда-нибудь заехать. И ключей не было. Вот это, здесь шестигранный ключ, надо вот эту планку снимать. Там, видимо, сальник был испорчен. Короче говоря, вот эту веревку привязали, сильно подсернили эту сторону к инжектору и течь перекратился. И поехали дальше. Поехали дальше. Где-то 120 километров от Самары. Вот поехали. Вот нашел, я выбрал местечко такое. В маленьком квадрате находится 6 деревень, где-то исчезнущих. Там сейчас никто не живет. И выбрал вот сам последняя деревня. Выбрал так, что там сотовой связи не было, чтобы очень... Сигнал очень слабенький был. Ну, чтобы сотовой связи не было. И рядом, чтобы высоковолтная линия электропередачи была. Вот именно такое место выбрал, чтобы испытывать, вот как работает металлоискатель. Мне интересованы результаты поиска, а именно металлоискатель, как работает. Короче говоря, вот с левой стороны, видите, вот деревня. Вот это последняя цивилизованное место. Здесь асфальт закончился и по бездорожью ехали. Вот здесь маленькая вот речка. Проехали дальше. Вот в этом месте уже этот... Я испугался, думал, не проедет. Но, как сказать, здесь еще дождь было до этого, мокро, все сыро. Здесь эта речка текет, и здесь подъем такой, где-то градусов, наверное, около 20 градусов. Ну, если не ошибаюсь, примерно так подъем. И все вот это мокро, сыро. И этот друг мой опять газанул, и через проехал. Еле-еле проехал, правда, очень много буксовал. И здесь второе приключение с нами случилось. Ключитель автомобиля сломали. Поехали дальше. Вот это место, я вам еще покажу. Вот в этом месте была деревня. Вот сейчас нету, даже следов нету. Здесь вот была деревня, вот здесь. Здесь тоже была деревня. Здесь уже смотрю, наши друзья кладоискатели везде выкопали, вот это шурфили везде. То есть, где фундаменты, везде следы шурфов видно. Поехали дальше. Здесь уже вторая речка вот протекает. И как-то уже этот, увидели, что здесь никак не проехал. Там грязи полно. Где-то пол метра вот грязи было. Ну, не проехал. Решили вот обходными путями. Вот сразу через, рядом эти поле, вот прям по траве поднимались. Поднимались вот сюда, отсюда спустились. Это все трава где-то высотой пол метра, наверное. Машина через эту траву вот сюда. И опять здесь вообще нельзя было уже ехать. Видите, вот какое место. А сюда ровно так видно, но на самом деле вообще не проехал. И опять вот через это поле вверх поднимались. Поднимались сюда. И здесь, как сказать, вот где-то в этом месте, вот где-то здесь. В этом месте какое-то угловление был. Вот вдруг машину остановили и хотел посмотреть, как здесь можно проехать. Обратно пришел машину завести, не заводится. Настолько вот по траве ехали, и машина перегрелась. Аккумулятор у него еще слабый был. Стали заводить. Аккумулятор посадили. Ну, уже еле-еле крутится и не заводится. Решили немножко толкнуть назад горку, а с горку спустить. У нас ничего не получилось. Змучились, змучились. Думали, что же все, не проехать. Ну, решили кофе пить. Термос снял. И термос упал, термос тоже сломался. Вот такой никогда, давно такого не было. Вот столько всяких вот таких вещей одновременно. Как будто нам что-то мешало, чтобы туда ехать. Здесь термос сломали. Ну, решили немножко поесть, поели. Потом раз, опять заводили, машина завелась. И хорошо. Здесь проехали вот так. Через это поле. Через это поле. Я уже прямо не помню, как. По-моему, да, вот отсюда проехали как-то. Отсюда проехали. Так, сейчас покажу. Между вот этими полями. Отсюда опять сюда проехали. Сюда проехали. И здесь вот в этом месте, где-то в этом месте находится деревня, которой надо было вот это. Вот здесь. То есть, это далеко, сотовой связи не было. Здесь рядом, вот рядом, вот здесь высоковольтная линия проходит. Здесь видно, я извиняюсь, 110 киловольт, высоковольтная линия, 110 киловольт. Где-то деревня, сейчас, сейчас скажу, где она находится. Вот вдоль этой поля приехали сюда, приехали сюда. Вот здесь. Вот здесь находится эта деревня. Как бы уже давно нету. Здесь вот в этом месте кладбище находилось. Здесь деревня. И еще с этой стороны тоже другая деревня была. Ну, мы вот здесь стали вот эти испытания делать. Сейчас фотографии покажу. Несколько фотографий я делал там. Сейчас. Так. Сейчас. Так. Подождите. Нет. Ну, давайте там маленький видео я делал. Сначала вот видео. Включу прямо минутное видео. Такое сделал. Итак, друзья. Сегодня решил попробовать испытать эти 250 карет с аккумулятором. Вот. Сейчас покажу, как я закрепил аккумулятор. То есть здесь GP, Powerbank. Подключил. И постоянно показывает. Вот. Чуть разряженный. Конечно, так и должно быть. Тут 205 вольт всего. И уже сколько? В течение пяти часов нормально пока работает. Ну, находки. Две находки. Три копейки. Какого-то 30-го года еще не почистили. И копейка 1800. 1896 года, по-моему. Там плохо видно. Еще не почистили. Вот такое место. Приключениями приехали в машину. Чуть не загубили по дороге. Еле-еле доехали на место. Потом еще видео сделаю. Еще отчет. Как все это работает. Все. Пока. Так. Это у нас был первый день. У нас был первый день. Вот. В этом месте. Где-то здесь. И меня возле обрыва. Вот это. Не три копейки. Я там ошибся. То есть даже вот это. Про повербанк я сказал. Сначала 200. Потом 5. Ну, как-то. Вот так получилось. Неправильно сказал. Повербанк GP. Две с половиной. 2500 миллиампер час. Вот такой повербанк. Ну, выход 5. 5 вольт. Вот. Где-то здесь. В этом месте. Чуть вниз. Метров 5. Прямо в обрыве нашел. Это 5 копеек 30-го года. Потом еще. Здесь. В этом. Чуть внизу. Вот это. Одна. Две копейки. Пол копейки. 1896 года находил. Так. И первый день. Вот. По деревне. По деревне. Этот. Ходили. Искали. Тут так много. Очень много мусора было. Нашли трубу. Этот. 15 метров в длине. Под землей. Выкопали эту трубу. Ну. Инструмента не было. Чтоб порезать. Мы решили. Все равно. Тут это. Решили. Второй день. Тоже проехать. Место. Мне понравилось. Погода хорошая была. Адреналин. Панно. Вот. И решили. Второй день. Этот. Приехать. Поэтому. Трубу. Трубу. Выкопали. Оставили там. Думали. Следующий день. Его. Это. Надо. Домой отвезти. И это. Второй день. Приехали. Правда. Второй день. Немножко. Уже. Пасмурно. Была. Так. Второй день. Сейчас. Видео. Про. Второй день. Где у нас. По-моему. Здесь. Итак. Друзья. Приехал. Опять. Вчеросное место. И решил. Сегодня. Здесь. Продолжать. Испытание. Металлоискателя. ACA. 250. Здесь. Деревня. Старинная. Ни одного дома нет. Это. Видно. Среди. Капа. Везде. Вот. Это. Шурфировали. Шурфировали. И. Хотел бы. Вот. Здесь. Еще. Есть. Этот. Кладбище. Я хотел бы. Посмотреть. Туда. Зайти. Посмотреть. Вот. Последние. Вот. Когда. Похоронили. Людей. Поэтому. Определить. Когда. Вот. Эта. Деревня. Уже. Перестав. Существует. Где-то. Там. Видно. Здесь. Будет. Видно. И. Нет. И. В планах. И. Внутри. Деревни. Капа. Там. Вокруг. Там. Здесь. Настолько. Много. Мусора. На. Каждом. Миллиметре. Вот. Металлоискателя. Звонит. И. Вот. В. Дорогах. Хочу. Этот. Хочет. Проверять. Окрайние. Деревни. И. Все. Пока. Потом. Покажу. Что. Там. Сделал. Как. Сделал. Так. Вот. Там. Как. Вы. Видели. васmor Mottovis. Вот. Это. Напротив кладбища. Там. Находил. Вот. После. Вот. Это. Ээээ. А. Я. Один. От. Спустился. Внезд. Там. Через заврыв. Вообще. А. Очень. Трудно. Было. туда добраться. До. Кладбища. видео сделал, в кладбище тоже смотрел. Итак, друзья, еле-еле добрался до кладбища. Здесь место очень жуткое. Видимо, уже давно здесь людей не хоронят. Смотрел записи, чтобы определить, когда окончательно деревня перестала. Я здесь смотрю. Здесь дети какие-то похоронены. 44-й. Здесь бабушка, наверное, 68-й год. 68-й год. Сами... Так, потом... 62-й год. И здесь еще... Еще 50... Какой 50? 57-й год. 51-й год. То есть, самые поздно хоронили здесь. В 68-м году больше нет записи. Здесь, видимо, никто уже не бывает. Все разваливается. Крести всякие деревянные валяются на земле уже. И давно никто не ходит. Но в некоторых я, наверное, иногда посещают родственники. Вот так же. Ну, потом походим по деревне. А деревня находится вот с той стороны обрыва. С той стороны обрыва находится. И далеко. Ни дороги, ничего нету. Какое место сюда возили. Ну, ладно. Потом опять подключусь и покажу дальше, что будет интересного. Так. Про кладбище я еще скажу. Вот это очень жуткое зрелище. Там было. Вокруг везде крести валяются. Там я не показывал. Ходишь по земле. Сгнившие крести вокруг. Полно их. Очень много крестов. Прямо по земле ходишь. Прямо спотыкаешься. Мне очень жалко стало вот этих детей. По-моему, они один день. Николай Алексеевич Семенов. Борис Алексеевич. Здесь, видимо, отпечатка есть. Вот 07-го, 07-го в 1944-м году. И это второй тоже. Но здесь 06-го. Видимо, они один день погибли. Что-то случилось. Нехороший. Мой пожар или что. Такие годы. Оба вместе, видимо, погибли. Родились они в 1-м в 31-м году, в 2-м в 30-м году. То есть, получается, 13-14 лет. Мне очень жалко стало. Как-то плохо стало, как увидел вот это. По записям. По записям. Вот, скорее всего, вот это где-то в 60-м или 62-х годах уже эта деревня перестала существовать. А в 68-м году, вот последняя запись, видимо, это их мать была или что. Видимо, умерла и похоронили рядом с детьми. Потому что между этим, между 62-м и 68-м годах больше записей я не увидел. Вот, по поводу этой деревни, вот эта, где-то полвека уже не существует. 60 лет или 50 лет уже не существует. И по всей России столько вот таких деревень уже нету. Получается. Так, теперь, дальше, еще одно видео покажу. Так. Тут очень много следов шурфов. Вот здесь зашурфили. Потом. Здесь. Шурфили. Здесь, где... Здесь. Вот там, дальше, на шурф телефон. Дали последний. очень много фундаментов где можно пошурпить, но это не по силам меня здесь даже вот эта дрова заготовили, люди с ночевкой били, шурпили, здесь шурпили, потом еще где-то видел, ну ладно, если что интересного будет еще посниму так теперь несколько фотографий еще шурфов здесь есть, вот как экскаваторы ребята выкапывали сколько мусора тут еще другой и почему-то сверху везде горшки пошурфили, остатки горшков сверху положили, видите так, а это машина уже трубу, вот это толстая труба, хорошая труба, для дома пригодится, вот у друга там что-то строят, может забор, может 6 кусков взял, отрезал, вот 5 дюймовый 15 метров трубы выкопались под землей, вот это остался оттуда, а теперь вот это про теста, про находки про теста, про находки ничем не могу гордиться, этот всего две монеты нашли, я то что есть, как есть, так и говорю, я не знаю, смотришь видео других копателей, как будто вся Россия усыпана вот этими монетами и надо ходить лопатами их собирать, но что-то такого я не видел, здесь в деревне вообще абсолютно невозможно что-то найти монеты прямо в деревне, свободного места нет везде, вот это металлический мусор всякий, очень много здесь было алюминий, я нигде везде где копал, нигде столько алюминий не было, маленькие куски алюминия и они везде как монетный сигнал, обрадуешь этот землю, открываешь, а там это проволока или пробки, очень много пробок и кроме того от консервированных банки, вот эти крышки, очень много было тоже, сигнал как монетный везде, но вы только две монеты нашли, монеты вот так и сейчас монеты покажу, так вот это три копейка 1930 года, но почему-то с этой стороны кто-то молотком, а не это не три, а пять копеек, ошибся, пять копеек и почему-то чем-то молотком отсюда стучали, видите следы, то есть убитая монета не годится ни на что, вторая монета в очень хорошем состоянии, 1-2 копейки 1896 года, очень хорошее состояние, это уже возле речки, прямо под обрывом, там вообще тоже очень много мусора было рядом, я не знаю как среди этого мусора, я нашел эту, там очень маленькая, мне показалось, что этот копейка, советская копейка, размеры такие же были, я первый такую вообще-то нахожу, вот так, это так, про находок, еще вот что-то интересное, вот эту вилку, но эту вилку уже я не нашел, вот где шурфили, они там видимо нашли, на шурфе оставили эту вилку, мне почему-то показалась очень интересная вилка, я первую такую вижу, может кто видел, скажет, и здесь видите, вот это, здесь клеймо есть, клеймо еле читается, но я, вот, Rost Frey, Rost Frey, по-моему это немецкая фирма, может какой-то вот это, трофейный, может кто-то из оттуда с собой привез, но я таких не видел, Rost Frey, видимо трофейная, так, теперь о самом главном, о самом главном про, вот это, про, так, что-то я не то открываю, ну, про, про испытание, про тест, вот это самый последний момент, я хочу про тест сказать, то есть, вот с этим GP два дня ходил, никаких проблем нету, так, били, вот это опять, я показал, вот там, где высоководная линия проходит, я специально вот это место выбрал, чтобы там рядом высоководная линия была, чтобы проверить, вот действительно это мешает или нет, там 110 кВт рядом проходит, и напротив вот этого кладбища, вот там, немножко поискал, и там именно, вот стали помехи чувствоваться, от высоководной линии, когда спускаюсь вниз, где высоководная линия нету, все нормально работает, как вверх поднимаюсь, где высоководная линия, где-то оттуда метров пятьсот, наверное, далеко, вот это, линия была, там уже чувствуется, вот, помехи, и про сотвий связь тоже, там телефон, когда начинается, вот, связаться с базой, то есть, там связи нету, постоянно питается большой мощностью, работает, иногда опять помехи получаются, то есть, это бешено, металлоискатель начинает, как бы, как будто ложные сигналы показывать, я телефон выключил, то есть, режим полета включил, это перестал, и это вниз спустились, в нижнем части деревни начинали поискать, там уже помехи от высоководной линии не было, все хорошо, два дня, вот, походил с этим GP, прекрасный результат был, добавочный, я еще взял повербанк десять тысяч миллиампер, с собой, в случае чего еще, если там сядет или что, подключу через этот, но такого не случилось, все нормально, два дня походил, так, вот, вот, типа, так, так что, ребята, кому надо, вот, можете, вот, повербанк подключить к металлоискателю, правда, там одно деление меньше показывает, ну, как будто разряжено показывает, одно деление меньше будет, но это не мешает, потому что сам металлоискатель может работать от трех, то, ну, это много, вот, от трех, вот, начинает работать, у него внутри повышающий есть стабилизатор, увеличивает до восемьдесят вольт, а потом понижает до восьми вольт, и так, таким образом работает, так что подключите повербанк, ну, недостаток в этом повербанке то, что на этом повербанке не показывает уровень разряда батареи, не показывает, поэтому постоянно он показывал, а на деление меньше, как бы, вот, на металлоискателе, вот это, как бы, недостаток, если другой повербанк бы я подключил, вот этот 200 миллиампер, но тяжелый, поэтому я не стал его подключить, там же разряд показывает, так, другой вот это, то есть, два дня, вот, походил, не только два дня, я до этого тоже ходил на этом металлоискателе, и, хочу несколько слов о достоинствах, о недостатках сказать, вот, мне очень понравился этот металлоискатель, очень удобно, то есть там любой, очень легко может разобраться, настроек немного, все очень интуитивно, легко, хорошо работает, мне очень понравился, как эта металлоискателе работает, единственный минус для меня, это, нет регулятор громкости, орёт, орёт на всю катушку, как говорят, издалека видно, ну, выход нашел, ну, дедовским методом, как бы, там, изоленту приклеил, где отверстия динамика, там меньше стал звука, с наушниками, мне не нравится ходить, поэтому я приклеил, так, так, конечно, можно, там, регулятор громкости, ставить, это лазер надо, схему там, припаять, паять, но я не хочу, там, испортить, то есть, там, дополнительное отверстие делать, там, регулятор поставить, поэтому не буду это делать, мне хватит, вот этой изоленты, так, вроде всё, так, а, да, ещё, если кто, у кого-нибудь есть, знает, что за вот эта вилка интересная, там, в комментариях напишите, интересно будет, что за вилка, ну, так, вроде всё, спасибо за внимание, до свидания.